Федеральная программа развития агротуризма, не путать с гастротуризмом, работает в области третий год. За 22-й, 3-й года и в этом, 24-м, получено, соответственно, три гранта. Агротуризм – это весьма полное погружение в сельскохозяйственный процесс. Гастротуризм – это его часть. Здесь промышленный туризм представлен, когда ты можешь посмотреть производство непосредственно здесь. Есть агротуризм на фермах, когда ты также можешь в производственные процессы погрузиться, увидеть, как сельское хозяйство устроено, и иногда даже и поучаствовать в этих процессах. Гастротуризм – это не только изучение технологий, к примеру, сыроварения, но и дегустация продукта, который производят предприниматели. Сыровары и шуи к турам подготовились, открыли дегустационный зал. Когда мы задумали этот дегустационный зал, стиль и концепция была сразу определена тем, что все-таки Шуя является столицей русского Рождества. И вот эта вся древолюционная тематика, вот это вся начало 20-го века, ну и вот определила стиль и концепцию вот этого помещения. А в 23-м году процессом сыроварения заинтересовались около трех с половиной тысяч туристов. За новогодние праздники здесь побывали около 500 человек. Через стекло посетители смогут посмотреть, как варят сыры, изучить ассортимент. Затем в дегустационном зале попить чаю с баранками и вареньем. В перспективе мастер-классы по изготовлению блинов, вареников, векошника, векошник – старинное русское блюдо, которому не одна сотня лет. Аналог пиццы, но сытнее, говорят, и вкуснее. В задумках расширить уже имеющееся музейное пространство. Фермеры решили применить фантазию и помечтать, как в начале 20-го века могла выглядеть шуйская сыроварня. Мы понимаем, что в Шуе никогда не было сыроварня. Здесь были мыловарни. Но если, например, мы немножечко пофантазируем, мы так подумали, что если мы немножко пофантазируем, вот как бы выглядела бы сыроварня в начале 20-го века. Все, что сегодня представлено в зале, собирали по крупицам – на авито, на барахолках, на рынках. Есть новодел и антиквариат. Анатолий сообщил, что сегодня их музейный уголок напоминает сыроварню в Швейцарии. Но пообещал, пройдет время – русифицируют музей. Кстати, шуйский район – один из лидеров аграрного туризма в области. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».